Дорогие студенты, мы продолжаем с вами изучение темы номер три «Организация как функция менеджмента». Мы в прошлый раз говорили с вами о норме управляемости, об уровне полномочий, и сегодня мы разберемся уровни руководителей. Итак, все знают, что в организации может быть три уровня руководителей. Есть топ-менеджеры или высшее руководство, есть среднее звено. И вот очень много спорных вопросов по поводу того, как называется нижнее звено. Некоторые называют низшие руководители. Я категорически против такого названия, потому что это главные руководители, которым подчиняются люди, делающие дело. Правильно это называется? Линейные руководители или руководители низового звена. Дальше, что нужно знать об этих людях? Эти люди решают абсолютно разные задачи. Линейный руководитель решает оперативные задачи. Руководители среднего звена решают задачи координации деятельности низового и верхнего звена. Руководители верхнего уровня решают стратегические задачи. И вот очень важно в современном мире, исходя из того, что в основном пропагандируется компетентностный подход, понять, какими качествами должен обладать руководитель, находящийся в том или ином уровне руководства. И вот здесь очень важно вспомнить один из принципов, который называется принцип Парета 80 на 20. Когда мы говорим о том, что руководитель линейного звена, он кем должен быть? Он должен быть профессионалом или управленцем? И вот здесь вступает в силу это золотое сечение. Все-таки руководитель линейного звена или низового звена, который управляет подчиненными. Он должен быть на 80 процентов специалистом, то есть знать хорошо то дело, которым он руководит. Но, как я в прошлый раз говорила, он должен уметь вытравить из себя специалиста и исполнять именно управленческие функции. Поэтому на 20 процентов он обязательно должен быть управленцем. Именно поэтому сейчас многих руководителей обучают в корпоративных институтах, обучают на курсы повышения квалификации именно управленческим навыком, хотя они, например, являются прекрасными специалистами своего дела, инженерами, экономистами, бухгалтерами и так далее и тому подобное. Среднее звено, которое осуществляет координационная деятельность, безусловно, можно сказать 50 на 50. 50 процентов это специалисты своего дела и они могут заменить тоже в принципе любого работника, но на 50 процентов они уже управленцы. И самое интересное, это верхний уровень. Руководитель, когда мы пошли в рыночную экономику, мы попытались откинуть некие законы и неправильно, наверное, прочитали зарубежные менеджменты. Говорили, главное, что он менеджер, что он управленец и не важно на какое предприятие его ставить. Кто он? Если он менеджер, он может руководить молокозаводом, железной дорогой, Газпромом. Не важно, он просто управленец. На самом деле это не совсем верно и слава Богу, в настоящее время мы вернулись к глотому сечению. Управленец верхнего звена на 80 процентов знает принципы, методы, законы управления, о которых мы говорили и будем говорить с вами на дальнейших занятиях. Но на 20 процентов он по-прежнему должен быть специалистом той отрасли, которую он руководит. И если этот человек является, как у нас говорят в России, варягом, он пришел со стороны, то ему придется вникать в ту работу, которой он никогда не занимался. Конечно, у него есть команда помощников, конечно, есть специалисты, которым плазится зарплата определенная. Поэтому он доверяет этим людям и принимает решения по подготовленным ими документами. Но чтобы не было глупых, абсурдных решений руководителя отрасли, руководителя предприятия, на 20 процентов он должен быть специалистом. Работая на бизнес-тренингах в Газпроме, я могу сказать, что 18 лет назад, когда был еще Рэм Иванович Вяхерев, ни один руководитель не мог быть, как это называлось, не с трубы. То есть это обязательно человек, который прошел все этапы с низового руководителя до верхнего, точно так же сейчас в Японии, идет повышение по должности по возрасту. Не может быть руководитель моложе своих подчиненных. В этом есть золотое зерно, и поэтому надо запомнить принцип Парета 80 на 20. Внизу, я повторяю, линейный 80 процентов специалист, он может выполнить работу любого своего подчиненного, но он должен уметь быть управленцем. А наверху наоборот. Итак, мы закончили разбирать с вами пирамиду, я бы так сказала, пирамиду управленческую, которая относится к теме 3, организация как функция менеджмента. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok